Вырубки на Рымского сквера, сквера сибиряков-гвардейцев, голубых елей на вокзальной магистрали – не единственные примеры нахального поведения бизнеса и власти. Но сколько еще нужно сломать копии и показать репортажей для того, чтобы наши дети, которые и без того задыхаются в каменных джунглях мегаполиса, бесконечно долго отвечали за чьи-то ошибки. В недавнее воскресенье жителям лесоперевалки пришлось отказаться от домашних дел и в буквальном смысле защищать грудью один из немногих оставшихся на карте Новосибирска зеленых уголков Левобережья. Кто-то скандировал с условной трибуны, кто-то обличал власти плакатным словом. Мы на этой площадке всегда с детьми в летнее время, да и сейчас погода позволяет, играем в футбол. Сейчас начали строить, деревья падают, валят, то вы глядите, дети травмируются. Здесь дети на конях делали выгул лошадей и в том числе в рамках детского клуба проходило еще лечение больных детей церебральным параличем, ипотерапией. После запуска Димитровского моста с 1978 года и по сей день эта зеленая зона для аборигенов оставалась единственным спасением от непрерывного шума и выхлопных газов автомобилей. Летом люди устраивали пикники, зимой прогуливались на лыжах. Сегодня рука лесоруба внесла в этот уклад жизни свои неумолимые коррективы. Это будет СПО, мойка, магазин, кафе. Это будет хороший комплекс, который будет хорошо характеризовать город Новосибирск. Заправка на этой стороне, заправка на той стороне. Проехать с полкилометра тоже заправка. С этой стороны везде заправки. Неужели такая необходимость? Сколько бы их не было, но для мэрии этого, видимо, мало. Вот разрешительная индульгенция, завизированная начальниками ГУБО и архитектурно-строительной инспекции на снос 67 деревьев. Мы заплатили восстановительную стоимость деревьев, которые будут снесены, деревья будут высажены в других местах. Митингующих такой сценарий событий точно не устраивал. В итоге решили коллективно писать обращение о приостановке стройки. Тем временем в районной администрации нам ответили. Этот участок земли в аренде у застройщика еще с августа 2011 года. В общем, с формальной точки зрения не подкопаться. Но от этой легитимности, от негодования сводят скулы. За счет зеленых насаждений, за счет шумозащитной пылосы сделали парковку. Положили очень много тротуарной плитки. Автоматически это получилось, что сейчас, когда мы шли, видно, что пыль несет с дороги. Место стало неудобным. Здесь нет ни одной скамейки. Сквер превратился в то, как его сейчас прозвали в соседнем доме. Его называют Колумбарий. После громкого скандала вокруг спиленных голубых елей у управления РЖД некоторым властимущим за свое самовольство пришлось поплатиться карьерой. Когда поднялась такая волна, проект был пересмотрен. И вместо 11 запланированных елей здесь посадили около 40. Вот это была первая небольшая победа. Второй было то, что за грубость сняли с поста чиновника мэрии Ивана Митряшина, который сказал местным жителям, что их вопли приниматься в расчет не будут. Ильяна Широковских – одна из немногих, кто встала на защиту зеленых легких города УГПНТБ. На этой неделе в Центральном суде она боролась за сквер победы, правая часть которого уже уничтожена полностью. Пока суд не озвучит, что нет разрешенного вида использования сквер, есть зона сквера, есть зона парка, есть зона городских лесов, где градостроительный регламент не распространяется. Будет бесконечная вырубка под застройки скверов и парков и лесов. Пока мы готовили этот репортаж, нам позвонили жители дома на Станиславского 24, которые пытались остановить неизвестных лесорубов, уничтоживших за одно утро несколько деревьев. Я когда услышала звон пилы, еще люди спали, и я смотрела, уже все, клен падал. Вот, и все деревья они спилили, быстро собрались и уехали. Под подозрение жильцов попали местные бизнесмены. Они пришли ко мне с разборками. Я им объясняю, что это наша территория, которую мы убираем. Стрижем траву, мы здесь садим деревья. Мы точно так же возмущены, точно так же не понимаем. Я полицию вызвала, он приехал, составил протокол. Потом мы поехали в это отделение. Молодой человек вышел из кабинета, взял наше заявление и отдал дежурному, который зарегистрировал. А так мы два часа просидели, с нами никто разговаривать не хотел. Вы нам хотя бы скажите, было такое заявление от жильцов? Да, было заявление, но общаться через начальство, только через начальство. Пока известно, кто срубил эти деревья или нет. Давайте с начальником определимся, потом все решим. Деревья умирают стоя, становясь молчаливыми свидетелями того, как в погоне за семиминутностью мы лишаем себя права жить в мире, где можно дышать полной грудью. И когда мы закатаем всю землю в асфальт, мы действительно поймем, что деньги нельзя есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА